Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Аллилуйя! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне, и при сно, и в веки веков. Аминь! Спаси, Господи, помилуй, раб своих милующих и питающих нас, и подающих нам милостыню, западавших нам молиться о них. Спаси, Господи, и помилуй! Аллилуйя! Господи, Боже наш, слава Тебе! Ибо нет иного Бога, кроме Тебя, любящего создание Своё! Аллилуйя! Псалом 75-й Ведом в Иудее Бог, в Израиле великое имя Его. И было в Салиме жилище Его и пребывание Его на сегодня. Там сокрушил Он стрелы лука, щит и меч и брань. Ты славен, могущественник гор хищнический. Крепкие сердцем стали добычей, уснули сном своим, и не нашли все мужей силы рук своих. От прещения Твоего, Божий, Яков, воздремали и колесницы, и конь. Ты страшен! И кто устоит перед лицом Твоим во время гнева Твоего? С небес Ты возвестил суд, земля убоялась и утихла, когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли. И гнев человеческий обратится во славу Тебе, остаток гнева Ты укротишь. Делайте и воздавайте обеты Господу, Богу Вашему, все, которые вокруг Него, да принесут дары страшному. Он укращает дух князей, Он страшен для царей земных. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Благодарю Тебя, Христе Боже наш! Яко насытилось и нас земных Твоих благ, не лиши нас и небесного Твоего Царствия. Но яко посреди учеников Твоих пришелось и спаси мир, да я им. Приди к нам и спаси нас. Аллилуйя! Веруя во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, Рожденно, несотворенно, Единосущно Отцу, им же вся быша, Нас ради человек, и нашего ради спасения, Шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святого, И Марии и Девы, и вочеловешася, Распятого же за Неприпантийским Пилате, и страдавшей погребенно, И воскресшего в третий день по Писании, И вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, И паки грядущего со славой, судите живых и мертвых, Его же Царствию не будет конца, И в Духа Святаго, Господа истинного, Животворящего, и же от Отца исходящего, И же с Отцем и Сыном, Споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, Во единую святую, соборную и апостольскую церковь, Исповедуя едино крещение во оставлении грехов, Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века, аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Евангелие от Луки, глава 15. Евангелие от Луки, глава 15. Приближались к Иисусу все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников, и я с ними. Но он сказал им следующую притчу. Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, Не оставит девяносто девяти в пустыне, И не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои и с радостью, придя домой, Созовет друзей и соседей и скажет им, Порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу. Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, Нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея десять драхм, Если потеряет одну драхму, Не зажжет свечи и не станет мести комнату, И искать тщательно, пока не найдет. А найдя, созовет подруг и соседок, Найдет подруг и соседок и скажет, Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих И об одном грешнике кающемся. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, Отче, дай мне следующее мне сейчас имение. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней Младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону. И там растащил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, Настал великий голод в той стране. И он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, А тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, Которые ели свиньи. Но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, А я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, Отче, я согрешил против неба и пред тобою, И уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, Увидел его отец его и сжарился. И побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, Отче, я согрешил против неба и перед тобой, Уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, Принесите лучшую одежду и оденьте его. И дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка. И заколите, встань им есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Старший же сын его был на поле. И возвращаясь, когда приблизился к дому, Услышал пение и ликование. И призвав одного из слух, спросил, Что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, И отец свой заколол откормленного теленка, Потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. А отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, Вот, я столько лет служу тебе, И никогда не приступал к приказанию твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, Чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, Пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, Ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надо было радоваться, И веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, Пропадал и нашелся. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! За великую и неизрещенную милость твою и любовь, Господи Боже наш! Слава тебе! Ибо всякий, делающий добро, идет к свету, Дабы явно были дела его. А делающий злое не идет к свету, Дабы не обличились дела его, Ибо они злы. Всем надлежит предстать присудилище Христова, Чтобы получить соответственно тому, Что он делал, живя в теле, Доброе или худое. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! За каждое слово, За мысли, слова и движения Ответа потребуют с нас. Какое дадим оправдание, Что, скажем, защиту свою Найдется ли для нас сострадание, Найдется ли нам место в раю? Аллилуйя! За каждое слово ответить придется. Господи, помилуй нас! Господи, благослови! Ты позволил сойти нам в этот ров погиблий, В яму, где безбожество, разврат, Табакокурение, ненависть, злоба, безбожество, Чтобы им рассказать о тебе, Христе Божий наш! Слава тебе! Закроется уста нечестивых! Да прикрепится злословие тебя, Господи Божий наш! Любовь твоя велика! Почти добрых свидетелей, Христианам, язычникам, Иудеям, мусульманам и буддистам, И всем возвеселям в вид твоей! Ибо так возлюбил Бог мир, Что отдал Сына Своего Единородного, Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, Но имел жизнь вечную! Аллилуйя! Господи Божий наш, слава Тебе! Хвала Тебя, милосердный Создатель, Господь и Бог наш! Аллилуйя! Ибо нет иного Бога, кроме Тебя, Столь любящего создания Своё! И всякий язык за словище да умолкнет! Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи, за милость Твою, За любовь Твою безмерную, За Твоё, Господи, долготерпение! Аллилуйя! Спаси нас, Господи, и помилуй! Спаси и защити! Сохрани и помилуй! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Ибо воистину Ты собрал в одно место Столько грешников, что Благовестить им Слово Твоё! Аллилуйя! Спаси нас, Господи, и помилуй! Великие дивные дела Твои! Ты позволил нам войти в этот пост, Дабы в радость встретить Пасху Христову! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Псалом 76-й Глаз мой к Богу я буду взывать! Глаз мой к Богу! И Он услышит меня! В день скорби моей ищу Господа! Рука моя простёрта ночью, И не опускается! Душа моя отказывается от утешения! Вспоминаю о Боге и трепещу! Помышляю и изнемогает дух мой! Ты не даёшь мне сомкнуть очей моих! Я потрясён и не могу говорить! Размышляю о днях древних, О летах веков минувших! Припоминаю песни мои в ночи, И беседую с сердцем моим, И дух мой испытывает! Неужели навсегда отринул Господь И не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его И пресеклось Слово Его в род и род? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты Свои? И сказал я, Вот моё горе, изменение десницы Всевышнего! Буду вспоминать о делах Господа, Буду вспоминать о чудесах Твоих древних, Буду вникать во все дела Твои, Размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой! Кто Бог так великий, как Бог наш? Ты, Бог, творящий чудеса! Ты явил могущество Своё среди народов! Ты избавил мышцы народ Твой, Сынов Иакова и Иосифа! Видели Тебя, Боже, воды! Видели Тебя, воды и убоялись! И вострепетали бездны, Облака изливали воды, Тущи издавали гром, И стрелы Твои летали! Глаз Господа, грома Твоего В круге небесном! Молнии освещали вселенную, Земля содрогалась и тряслась! Путь Твой в море, Истезя Твоя в водах великих, И следы Твои неведомы! Как стадо вёл Ты народ Твой Рукою Моисея и Аарона! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Ты единый и вечный Бог, Сотворивший этот мир И дорвавший жизнь и дыхание человеку! Всё в Твоей руке, милосердный! Слава Тебе! Евангельское Слово Твое Да пронесётся по всей вселенной И до края её! И в этом месте тьмы и мрака, Прелюбодеяния и злодейства, Возвести истину Твою, Дабы многие нашли Тебя, Господи, Поверили в жертву, Которую Ты дал, Отдав Сына Своего Единородного Иисуса Христа На смертную крестную казнь! Аллилуйя! Прости нас, Господи, и помилуй! Прости! И благослови! Хвала Тебя, наш Господь! Слава Тебе, милосердный Создатель! Будь милостив к нам! Господи, найди те души, Которые способны принять Тебя! Великое Слово Благовестия! Оно прошло до концов Вселенной, И ныне Ты позволяешь говорить О любви Твоей! Найди эти души, запечатленные Тобой, Быть может, от самого рождения, Дабы для них настал этот день Познания любви Божией! Господи Божий наш, слава Тебе! Милости Твоей полна земля! Любовь Твоя безмерна, Имя Твое любовь! И так возлюбил мир, Что отдал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, На смертную казнь крестную, Дабы всякий верующий в Нем не погиб, Но имел жизнь вечную! Аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи, За эту возможность свидетельствовать В этом мрачном месте, В этом Содоме и Гаморе, Где люди собрались не для добрых целей. Найди их, обрати, Коснись их сердец, Укажи им путь спасения, Ибо Ты есть путь истины и жизнь. И никто не приходит Отцу, Как только через Тебя, Иисус Христос, Через жертву Голговскую. Ибо Ты есть Агнец Божий, Который взял грехи мира на Себя, И сказал, верующий в Меня Не увидит смерти вовеки. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Верующий во Христа Имеет жизнь вечную, А неверующий не увидит жизни, Но гнев Божий Прибывает на Нем. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Спаси нас, Господи, и помилуй, Спаси и сохрани, Защити наследие Твое. Господи, Господи, В этом садоме, дымящемся головнями, Найди души, которые уготованы, Предопределены для спасения. Только Ты знаешь, Сколько их проходит мимо, Которые никогда не познают Волю Твою Святую И рожденные на истребление. Господи, да услышат глаз трубный Евангельский зов Твой. Верующий в Сына Божия Христа Имеет жизнь вечную, А неверующий не увидит жизни, Но гнев Божий пребывает на Нем. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Псалом 77. Вникай, внимай, народ мой, Закону моему, Преклоните ухо Ваших словам уст моих. Открой уста моих притчи И произнесу гадания из древности, Что слышали мы и узнали, И отцы наши рассказали нам. Не скроем от детей их, Возвещая роду грядущему, Славу Господа и силу Его, И чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Якове И положил закон в Израиле, Который заповедал отцам нашим Возвещать детям их, Чтобы знал грядущий род дети, Которые родятся, И чтобы они в свое время Возвещали своим детям. Возлагать надежду свою на Бога, И не забывать дел Божий, И хранить заповеди Его, И не быть подобными отцам их, Роду упорному и мятежному, Неустроенному сердцем И неверному Богу духом своим. Сыны Ефремова, вооруженные, Стреляющие из луков, Обратились назад в день брани. А они не сохранили завета Божия, И отреклись ходить в законе Его. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе! Вы хотели что-то спросить? Нет, просто я слушала, Как вы читали книги. Я читал Псалтырь, Она, эта книга из Библии, И она считается и в церкви. Это три тысячи лет назад Царь-пророк Давид написал. Эту самую книгу? Повторите как? Эту самую книгу? Ну да, книга. Но она полная книга, Это называется Библия. Вот она книга. Да, я знаю. Вот она, видите какая? Большая. А у вас, где вы живете, Там храм есть православный? Да, есть, конечно. Только мы с родителями туда не ходим. Понятно. А вы знаете, что сейчас идет Великий пост? Да. Ну вот, осталось шесть недель до Пасхи. Ну, я люблю Пасху. Ну как же, Христос умер за нас И воскрес для нашего оправдания. Просто все время к нам дети ходят, И Христос воскрес. Да. Я знаю. Ну, слава Христу. Если мы знаем и исполняем заповеди Божии, То Господь называет нас блаженными, Угодившими Богу. А вы в интернете тут можете зайти, допустим, Я вам скажу, у нас свой YouTube канал есть. Называется «Во свете Библии». Как еще раз? «Во свете Библии». «Во свете Библии». И вот, Игнатий Лапкин. Это я, написать Игнатий Лапкин. Нашла. Вот. Вот. Там у нас 14 400 роликов. И вы увидите там. Вот сегодня мы утром молились, Как мы все снимаем. Как мы строим деревню православную. У меня брат священник. Вот. Если вы поставите вот это YouTube, А если поставите еще слово сайт, не YouTube, А во свете Библии, Игнатий Лапкин, И сайт, вы зайдете на сайт. И на сайте... Я вот уже нашла. Сайт. Канал, да, нашла я. Вот. Если вы во свете Библии добавите слово сайт, сайт, То на сайте вы там увидите, Ну, все абсолютно. Фильмы о нас, которые снимали. Фильмы государственные. Я посмотрю. Да, там книги мои есть. У меня 38 книг из печати вышло. О, много. Как мы... Как я в университете преподаю. Нам Господь многое открыл. Мы даже с людьми поделились. Говорить им. Там... Насчитать. Так, бывает, человек зрение ослаблено. Там 50 книг моих насчитанных. Это не мои книги. Я там Библию насчитал. Жития святых. Иоанна Златоуста. Вы там все найдете. Прямо на сайте. Называется сайт. Во свете Библии. Сайт. Прямо сейчас. Вот. Вот. Хорошо, что вы дождались сегодня. Дождались, что я пришел к вам. Я вас первый раз вижу. Вот. Я пришел с большим сокровищем к вам. Чтобы поделиться. Это так Господь сделал. А я все молюсь, стою. Господи, где эти люди-то? Кому возвестить? Кто поверил слышанному от нас? А вы сидите и ждете здесь. Это хорошо получилось. Вот. А если доставите слово «форум», вот эти же слова открыты во свете Библии, Игнатий Лапкин. И «форум», тогда зайдете на форум. Там 1600 тем. 1600. А если вам надо будет когда поговорить, вопросы накопятся, вы по скайпу меня найдите. Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией. Хорошо. Вот нажала вас во скину. По скайпу. По скайпу. Вы там найдете много роликов, которые против меня. Это враги пишут. Это всегда так бывает. Когда человек по правде идет, то врагов у него много. Вы ищите правду. А что, кто ругается, никого не слушайте. А в церковь надо сходить. А вы... Вот постимся во время поста. Надо на исповедь к священнику сходить, причаститься, чтобы жизнь была радостная во Христе. Вот если у вас вопросы будут, то вы по скайпу зарегистрируйтесь, там скайп, и запишите Игнатий Лапкин. Больше ничего не надо. И тогда мне дадите знать, только чтобы у вас лицо было открытое. А внизу напишите, скажите, мы в рулетке встречались? Вот. Да, хорошо. Вот так, хорошо. У нас тоже церковь есть. У нас город большой, Барнаул. Вы знаете, где Барнаул? Да, знаю, далеко от нас. А вы где? В Карталах. Это далеко тоже. А где, говорите? Город Карталы. А, это в Казахстане? Да, это граница с Казахстаном, да. Ну да, понятно. А Усть-Каменогорск от вас далеко? Не знаю даже. Усть-Каменогорск есть. Я там практику проходил, когда учился. Там маленько подальше еще. Казахстан – это наша граница. Это наши соседи. Мы с границем с ними. Да. Вот так. Я гляжу, у вас там кошечка есть? Да, у меня четыре кошки. Четыре, а у меня три. О, ну у меня больше. Да. Так у меня еще за стенкой у жены три кошки. Это уже шесть. И под храмом, в храме, под трапезной там мышей ловят еще три-девять. Ну, как много. Ну, конечно. Летом я их выпущу. А у меня в комнате еще и голуби есть. Голуби? Да, сейчас я возьму, голубя вам покажу. Посмотрите. Подождите-ка. Угу. Ой, какой красивый. Да, красивый. Ой, какая-то она сильная. У ней двое маленьких ребятишек и еще парит. Вот она какая. Она такая красивая, белая, милая. Ну-ка, подожди, подожди, подожди. Подожди-ка. У меня на улице большая голубятня. И в деревне еще две голубятни. А какие глазки-то у нее? Зачем вам голуби? О. Так, подожди-ка. О. Ну вот. Показал вам свое сокровище, какое у нас есть. А у вас много голубей? Ну, если здесь считать, и которые в деревне, 70. О, как много. Много, конечно. Трудо кормить их, но зато это красиво. Я люблю с детства. Все время вожусь с голубями. Они воркуют, никогда не наедают. Тут курица кричит, как-то быстро надоест. И гусь и гогощит. А голубь, он стонет так. Бабакур, бабакур, бабакур. А я боюсь их, не знаю почему. Сейчас, подождите-ка, я еще покажу вам свою. Что у котика? Пойдем-ка посмотрим туда. Опа. Опа. Давай. О. Ой. Смотри какой. Он еще молоденький. Он еще растет. О. А то его зовут Белый. Белый? Ну, он понятно. Мышек ловит. Белый. Смотри какой. Ой, красавица какая. Ой. Какой милый. А вы какой хвост-то у него? Во. Рыженький такой. Погасателький. Вот так. Видишь, как хорошо поделились со своим богатством. Так. А у меня вот он. Я вижу, вижу серенький. Я вижу, вижу серенький. Да, если белая вместе с ним спит, только ее не видно, они охота будить их. А вот у меня стихотворение много написано, и некоторые стихотворения на музыку положены. Вы можете зарядить, как называется стихотворение, поется про кошку. Запишите, я скажу, как называется, в интернете найдете. Для многих кошка, для многих кошка не последний друг. Вот так называется. Для многих кошка не последний друг. Египетское чудо-совершенство. У ног моих свернулась спящий круг и греет электрическую шерстью. Вот вы сейчас, ну-ка, зарядите. И там на гитаре... Для многих кошка не последний друг. Что там дальше было, я не услышала. А ну-ка, включите, как... Включите, я послушаю, как играет. Еще не включилась, я даже не могу найти. Для многих кошка не последний друг. А дальше я не знаю. А больше не надо. Вы зарядите в Ютубе эти слова, и сразу выйдет там... Ролик выйдет такой. Сейчас, хорошо, подождите. Давайте, вы это скопируйте и вставьте там. Да, уже скопировала. Так, видно, там с гитарой будет мужчина сидеть. И то, что черное, зацветится как смех. И вообще... Что, нашла? Ну, как играет? Ну-ка, включите, я послушаю, нашли, нет? Да, я нашла как раз из вашего сайта. Она мышку поймала. Да, да, многих кошка не последний друг. Там, нашли песню-то эту? Песню, да. А ну-ка... Только я в наушниках помню. Да, в наушниках я не буду... Ну-ка, включите, я послушаю, как там звучит. Тогда придется мне на телефоне включить, а что я в наушниках просто... В ютубе это слова для многих кошка не последний друг. Для многих кошка... 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 Не последний друг. Не. То есть она близко к нам. Да, быстро грузится. А ну-ка. Так, это реклама. Там реклама заиграла, вот все. Для многих кошка не последний друг. Египетское чудо-совершенство. У ног моих свернулась спящий круг. И греет электрическою шерстью. С детьми умеет ласково играть. Скрывая в карте лапки пять кинжалов. И жалостно сумеет покарать. Когда ни хвост, как ни другу прижали. Без кошек к вам по нашему амбару. Каюку юну наших погреба. С мышами бой ведем мы с ней на пару. Чтоб с голодухей не пришлось рынать. Чтоб с голодухей не пришлось рынать. Живой барометр уткнулся в непогоду. И загадя, но спрятала к хвосту. Да все такое твое хозяйстве годно. Хотя из петель сень, но уши на щеку. Малейший шорох распрямит пружину. И взгляд зеленых лап прорежет ночь и тьму. Прыжок стрелы не менее аршина. И крыса вниз мы с ней на петельных мух. Без кошек капла нашему амбару. Каюку юну наших погреба. С мышами бой ведем мы с ней на пару. Чтоб с голодухей не пришлось рынать. Чтоб с голодухей не пришлось рынать. Кур вытчет, может, молится тому. Кресту спасителю, кого зовем на помощь. У кошки свой от Господа хомут. Дерево дневом киржал и остро точит. Свобода наделенная татвай. И хвост не подожмет под стать собакам. Мыши нам царствие безразделий сайт. На мистерах горит жирная рубаха. Без кошек капла нашему амбару. Каюку юну наших погреба. С мышами бой ведем мы с ней на пару. Чтоб с голодухей не пришлось рынать. Чтоб с голодухей не пришлось рынать. И годы, и дамы. В кримках лес сметан. Какая разница ей лазить и сметать. А ей так мало Божиим писать. Хотя за пользу можно дать медаль. Муж сколько раз ловил на голубякне. Лупил нещадно воровскую подлость. Проходит время, подсыхают пятна. Мы с ней беремся, старимся чуть после. Без кошек капла нашему амбару. Каюку юну наших погреба. С мышами бой ведем мы с ней на пару. Чтоб с голодухей не пришлось рынать. Чтоб с голодухей не пришлось рынать. Ну как, понравилось? Да, очень. Вот про кошку. Там много песен у меня есть, вы найдете. И там и про корову есть. Вот, что она на дворе начальник. У вас какие-то... Вопросы какие-нибудь есть по спасению души? Я даже не знаю, какие можно даже задать вопросы. Ну дальше, если будут вопросы, домашние будут. Можете выйти с кем-то. Удобнее это. Вам сколько лет? Мне 16. Ну, родители-то не заругаются, что разговаривал с тобой? Нет. Нет. Ну скажите, если еще раз, скажите, мы говорили о хорошем, о спасении души. Как, чтоб дети были послушны родителям верующим? Да, мои родители не интересуются, что я делаю. Ой, хорошо. А вопросы-то по скайпу зайдете и запишите. Игнатий Лапкин. Хорошо. А у меня нету этого скайпа, я не сижу там. А можно открыть. Это очень легко открывается. Кого-то попросите и все. Там регистрируется надо. Да, там ничего, там тоже платить не надо, ничего не надо. Да, такая регистрация. Кого-то попросите и... Я как звать-то? Лиза. Как? Лиза. Лизавета. Лизавета. У меня племянница так. Да благословит тебя, Лизавета, Господь Бог. Храни себя, береги. Никому на дом никогда не заходи, чтобы в капкан не попасться. Хорошо. Ушла домой, пришла и все. Хороших... Я так никуда не хожу. Ну и правильно. Хороших друзей имей-то, потому что всякая беда бывает. А у меня вообще нет друзей. Ну, во славу Божию. Ну, тогда давай прощаться будем. Ладно. До свидания. До свидания. Храни тебя, Господь, Лизавета. Спасибо. Дарует Господь. Милости тебе. Да. Слава тебе, Божий наш. Слава тебе. Слава тебе, Божий наш. Слава тебе. Хвала тебе, наш Господь. Дивна милость Твоя, Господи. Аллилуйя. Спаси нас и помилуй, Христе Божий наш. Мы прославляем Твое всемогущество, любящий наш Отец Небесный. Творец. Создатель этого мира, видимого и невидимого. Аллилуйя. Спаси нас, Господи, и помилуй. Спаси и благослови. Слава тебе, Божий наш. Слава тебе. Господи, слава тебе. Единый вечный Господь и Бог наш. Милости Твоя полна земля. Ты ждешь всех с покаянием, дабы даровать Ему жизнь вечную. Аллилуйя. Псалом 77. С 11 стиха. Забыли дела Его и чудеса, которым Он явил им. Он перед глазами отцовых сотворил чудеса в земле Египетской, на поле Цаан. Разделил море и провел их через него, и поставил воды стеною. И днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня. Рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить перед Ним и раздражать Всевышнего в пустыне. Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей. И говорили против Бога, и сказали, может ли Бог приготовить трапезу в пустыне? Вот Он ударил в камень, потекли воды, и полились ручьи. Может ли Он дать и хлеб? Может ли переготовить мясо народу своему? Господь услышал и воспламенился гневом. И огонь возгорелся на Якова, и гнев подвигнулся на Израиля. За то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его, Он повелел облакам свыше и отверз двери неба. И одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Хвала Тебе, наш Господь! Великие и дивные дела Твои, Господи! Мы благодарим Тебя за все Твои милости и щедроты. Кроме Тебя нет иного Бога, столь любящего создание Своё. Аллилуйя! Спаси нас, Господи, и найди души, которые могут услышать Слово Евангелия и воплотить в жизни своей. Найди, Господи, добрых слушателей евангельской истины, благовестия любви Твоей. Ты близок к сокрушенным сердцам. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Спаси нас, Христе Боже наш! Мы благодарим Тебя и просим, благослови нас и найди те, которые могут внимать Словам Твоим Божьим. Аллилуйя! Господи Боже наш! Слава Тебе! Единый вечный Господь! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Какой страх нападает на людей неверующих! Только от вида крестного знамения всё рушится и падает. А что будет, когда Сам Господь явится на облаках с силой и славой великою? Благодарим Тебя, наш Господь, за великую истину, которую Ты открыл нам, за откровение любви Твоей, Божьей. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Честь и поклонение! Слава и благодарение! Единому вечному Богу, сотворившему этот мир! Аллилуйя! Хвала Тебе и слава! Честь и поклонение! Спаси нас, Господи, и помилуй! Псалом 77, с 25 стиха. Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер и навёл южной силою своей. И как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых, Поверх их среди стана их, около жилищ их, а они ели и присытились. И желаемое имя дал им. Но ещё не прошла прихоть их, ещё пища была в устах их. Гнев Божий пришёл на них, убил тучных их, и юноша Израилев их не зложил. При всём этом они продолжали грешить, и не верили чудесам его. И погубил дни их в суете и летают в смятении. Когда убивал он их, они искали его и обращались, и с раннего утра прибегали к нему, И вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний избавитель их, И льстили ему устами своими, языком своими лгали перед ним. Сердце их же было неправо перед ним, и они не были верны завету его. Но он, милостивый, прощал грех и не истреблял их. Многократно отпрощал гнев свой и не возбуждал всей ярости своей. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Хвала тебе, честь и поклонение! Слава и благодарение Великому дивному Богу, Создателю всего видимого и невидимого! Богородица, Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с тобою! Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего! Яко родила Иси Христа, спаса избавителя душам нашим! Непобедимая божественная сила, честнага, животворящего креста Господни, не остави нас, грешных, уповающих на тебя! Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояния Твое! Победа на сопротивные дары, и Твоя, сохраняя крестом Твоим жительство! Спаси, Господи, и помилуй! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Аллилуйя! Господь советует купить одежду, дабы не вина была стромота наготы Твоей! Боже, мы благодарим Тебя за все Твои милости и щедроты, за любовь Твою безмерную! Аллилуйя! Господи, Боже наш, слава Тебе! Господи, пошли добрых проповедников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и всем возвесе любви Твоей! Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную! Ибо всем нам надлежит предстать на судилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в этом теле, доброе или худое! Аллилуйя! Вы хотели что-то сказать? Вы, по-моему, по Ютубе, да? И еще я видел, если не ошибаюсь. Только вы не очень... Будем говорить, чтобы только не ругались, ни одного слова не сказали плохого. А почему ругаться? Мы не любим ругаться. Ну, слава Богу! А то он боязно говорит, сразу начинает говорить скверные слова. Да, я их переключаю сразу. Как поживаете? По милости Божией мы живы еще. Дай Бог, дай Бог, слава Богу! Я люблю, уважаю Россию, русский народ. У нас большой в Ютубе канал, называется «Восвете Библии». Я вот, знаете, я тут в Италии живу уже много лет. Я сам в Грузии. А, в Грузии у меня крестник есть, еврей. Он в Тбилиси служит священником, отец Наум. А, вот я тоже тут у нас, я в Удемезе живу, в городе, в Италии. Вчера в воскресенье отдыхали, тут у нас церковь есть, православная. Тут у нас... Слава тебе, Господь! Да, батюшка у нас, Владимир, с этого, с Украины сам, с Ровно. Он, ну, с Московского, с Патриархата. Ну, тут мы все ходим, и русские, и украинцы, и грузины. О, молодцы! Какие вы молодцы! Молодцы вы, вы молодцы! Держите... Все друг друга, все друг друга любим, уважаем, понимаем. Вы знаете что, зайдите на наш Ютуб, во Святи Библии, Игнатий Лапкин. У нас 14 тысяч... Я читаю всегда, да, Варик. У нас 14 тысяч 400 роликов. А вы с какого района, где живете, в России? Город Барнаул, Алтайский край. Алтайский край, да, красиво там у вас. Да, у нас это жительница Сибири называют. Ага, понятно. Я, знаете, мне очень, правда, сказать вам, я много смотрел ваши... Когда понравилось, знаете, и вот несколько раз посмотрел, как вы там одного там, который там работает, это самое... Ну, ему там ошибки исправлять, учить. И вообще молодцы, видать, очень умный человек. Я вас уважаю, понимаете. А вот если вы зайдете на наш Ютуб, вы увидите, как я в Тбилиссе был и проповедовал. А рядом со мной женщина, грузинка, стояла и переводила на русский язык. Очень приятно, очень приятно. В грузинском храме он священник, мой крестник еврей, отец Наум Израилевич. Он в моем доме, он обратился к православию, от еврейства. Очень хорошо, очень хорошо. У меня брат родной мой, он протеерей. Вот 3 февраля ему 40 лет было, как он священником, 40 лет в священстве. Молодцы, молодцы, молодцы. И у нас тут... И вы, если зайдете, напишите на нашем Ютубе, митрополит Сергий, это московский патриархат, и он у нас служил в нашем храме. И батюшке там крест с украшениями награда была. Вы тоже, я вижу, многое повыдали за свою жизнь интересного, да? Да. Мне пришлось пройти по пяти тюрьмам и лагерь. Меня только... Ну, я знаю, я слухал, да, слышал. Ну, за слово Божие. Политическое, да? Как говорите? Политическое. Ну, она тогда политическое считалась, тогда за веру. Я насчитал 50 книг Златоуста полностью, Библию, Жития Святых, каноны, насчитал на пленку и распространил. И Архипелаг ГУЛАГ еще... Ну, это тогда, в Советском Союзе, да? Да. Да. Ну, у вас как там? Церковь православная, христианская, наша, что там? Никакого... Почему у вас это... Ну, это везде есть. Ну, мир без хороших людей не бывает. Можно сказать. Ну, у нас здесь, как сказать, конфессиональная, межрелигиозная обстановка хорошая. Здесь армянский храм есть, Святой Репсимии, мусульманство. И у нас никогда вражды тут не было. У нас спокойно все. Конечно, должно быть спокойно все. И мусульмане, и христиане, и все... Бог один, я так. У всех Бог в душе. Мы должны добрые дела делать. Сегодня это и называется и христианством, и мусульманством, и... Понимаете, да? Ну, да. А у отца Наома в Грузии-то жена Нино. 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 Ну, я ездил, я три года назад был. Сейчас тоже в этом году, вот, если... Слава Богу, все будет хорошо, хочу поехать. Я с Гагрисом, Гагра, там, возле моря я жил. В 92-м у нас война там была. Я вот школу закончил и сразу, можно сказать, беженцем стал. И в России много жил. Дядя у меня в Самаре. Уйбишеве 40 лет уже. Я там 4 года пожил. Там и работал возле Волги. В Волгограде пожил. А Сочи-Адлер, это наш, там, рядом, с моего дома. 40 километров до Адлера, до Сочи, там, 70. Со школами, когда иногда вот убежали бы, там, пацаны, в Сочи в Адлер ездили, там. Ну, у нас тоже в Гаграх, вы знаете, красота была вообще. Ну, что ж поделаешь, вот так вот случилось. А мы были на встрече с вашим патриархом Ильей Вторым, сфотографировались. Молодцы, молодцы. Я в грузинском собрании, там, проповедовал у них. Были знакомые, разрешили. А у вас как там сейчас? Холодно? Ну, сегодня-то как больше, я не знаю, градусов 10 морозу, может быть. Ну, у вас там, это, вы и у вас рабочие, там, сельское хозяйство, что-то, да, постоянно я вижу, хороший народ, это рабочий народ, уважаю. Ну, да, мы... А в 6 часов утра, даже можно еще пораньше, и вперед, и вперед. Мы встаем в 4.40 всегда, в 4.40. Я вот, я в 6 встаю, в 6 вот так, в 5 в 40. А вот вы на наш канал зайдите и посмотрите, там, утром мы молимся у нас по скайпу, и вы увидите прям сразу, на первом месте молитва. ролик, как мы молимся. Это вот 100 поклонов, чтобы было. Молимся, поминаем всех святых. Дай Бог вам, дай Бог вам всего хорошего. Вот видите как, я только помолился, сказал, Господи, дай мне людей, которые могут послушать о жертве Твоей, о любви Твоей. А там бегут голые-голые мужики. Голые. Ужасно. Ну, всякие попадаются. Это неудивительно, можно сказать. Ну, вот эта щад рулетка, это как будто Содом и Гамора. Да, я вот тоже, у меня работа тут такая, знаете, пообщаться особо несколько. И иногда вот при паузах, когда отдыхаю несколько минут, вот приятно, я вот в Россию включаю и в Украину включаю. Ну, вот приятно мне, знаете, с этими русскими я знаю нормально, вот так вот. А у нас такая была поездка миссионерская, мне Господь позволил издать 38 книг, моих книг. И мы проехали до Дальнего Востока и до Лиссабона. И были в Риме, в Риме, в Риме там мои книги есть все в библиотеке национальной, в Риме. Молодцы, молодцы. Я подарил книги папе Франциску и Венедикту. Очень хорошо, очень приятно. Мне понравилось там, женщины, когда в Риме я дарил книги-то, они фотографировались, такие веселые. Ну, а говорить-то приходилось через английский. Ну, вы там вот помогаете еще людям, молодцы. Вот, например, вот приходят, есть молодые люди, многие, да, вот, которые, ну, как сказать, ну, чуть-чуть там не постарались хорошо, да. Да, и вы работу даете, исправляете, исправляются, что-то есть такое, да. Ну-ка, если к нам переезжает человек, разрешили, он должен работать, дом построить. Мы деревню православную строим с нуля. Где человек первый раз, он должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тогда мы разговор ведем с ним. Ну, пить пару стакан, стакан вино можно. Иногда. Ну, на празднике не стакан, а 100 грамм у нас по уставу положено, но мы стараемся в рот не брать, чтобы пьяных и так хватает. Мы держим сухой закон. Молодцы. Не потому что грех, а потому что полезно. Курить никто не курит? Курить никто не курит? Ни один, нету. Молодцы. У нас нет этого даже. Даже написано, в деревню кто заезжает, и надпись, на территории деревни курить запрещается, на территории. Молодцы, молодцы. Ну, вам помогают, это, как его, государство помогает? Ни одного рубля за 27 лет. Я начальником детского лагеря, 45 лет. Тысячи детей подняли, ни рубля не дали, а только гнобили и гнобили, давили. Ёлки-палки, ну разве... 45 лет, ни рубля, запомните, ни рубля. Ну, не справедливо такое. Ну, это все у нас заснято. Хороших людей еще хватает, богатых в этом, в России. Ну, вот, вот, мимо прошли. Ёлки-палки. Вот так. Ну, все будет хорошо. Раз это дело вы делаете, хорошее, доброе дело делайте. Вот я хотел сказать вам, так, вас, послушайте. Вот если у вас будет желание, вы со священником поговорите, и можете выйти ко мне с вопросами по скайпу. Игнатий Лапкин. Запишите себе. Игнатий Лапкин. Тогда вы меня найдете. По субботам, иногда батюшка помогает, иногда по субботам, когда время есть. Ну, ему будет интересно встретиться. Ну, он будет знать, наверное, этот канал или слушать. А вот вы запишите Игнатий Лапкин по скайпу, вы меня сразу найдете. Лапкин Игнатий, да. Игнатий, Игнатий Лапкин. Вы запишите, а то забудете. Не забуду, я Игнатий Лапкин, у вас пройти не трудно. Рина, айтенсион, Рина. Я тут работаю сам в этом доме. Ну, в Италии много где работал. Понятно. За 13 лет. Вот в последнее время без работы остался. Ну, со мной тоже тут случилось. Два года назад к нам с Италии приезжали крещение принимать в полное погружение. Демченко, фамилия его. А наш человек совсем недавно, месяца два назад уехал в Испанию. Там пригласили на заработки. В Испанию. Я сам по медицинскому. Ну, как там, не смог доучиться. Война у нас была. Потом проблемы, сами знаете. По везде, по чуть-чуть там. Ну, физически мне. Отец мне, царство ему небесное, с малых лет работы приучил. И оно мне во многом помогло. Много тут, где раз. Сейчас тут кризис. Много наших безработных. И вот, и лучше, чем ничего, нашел себе работу. Ухаживаю тут за одним стариком. Ну, не старик. Он 69-70 лет. Серьезный человек был 7 лет назад. Он был, как сказать, начальником... 30 лет назад он был в Косово. Вот поэтому, начальником миротворческих сил. Ух ты! Ну, по войсковой части, да. Вот такой. А последние 20 лет был в этом городе начальником милиции. Вот, как говорится, по их карабинерам. Понятно. Да, я могу вам... И 7 лет назад с ним случилось, это самое, ну, мозги там, ну, болезнь плохая. Он физически все нормально, позитивный. Ну, как ребенок маленький. С ним аж приятно работать. Ну, что мне? Вот утром стою, рано тут. Ну, женское дело приходится побольше делать. Да, кушать делаю я, поварством, все хорошо. Мы сами, одни тут, жена иногда приходит, они в другом. Там, в конце города живут. Рина, гварда, как я, что он мой парламент кон Руссии. На Сталина поход. Рина, гварда. Слава тебе, господи, слава тебе. Я его, когда, ну, он физически, вот посмотрели, он как этот самый, как 30-летний молодой, такой старый спортсмен. Да, да, да. У Алисея спортсмены тут, которые, это, МВД, это, и вот, как ребенок. О, Рина. Да. Ну, разговаривает так, знаете. Мы с ним тут парк красивый рядом. Когда гуляем по утрам, сегодня не вышли, тут плохая погода у нас. Тут вот некоторые его друзья, которые не знают, что с ними случилось, и давно его не видели. Честь, вот, когда проходят, честь им удают. А каждого это был, вот, чест, такой тоже, видать, это, ну, везде есть. В каждой системе хорошие. Он молится, молится, нет. Как? Он молится Богу? Он не понимает ничего. Он не понимает, Богу не молится. Он алцеймер, алцеймер. Болезнь мозгу. Я знаю. Ну, даже у нас больной был. Я все равно он молился. Он всю жизнь молился, и поэтому и больной молился. Он, как бы вам сказать, он, этот, ну, как, вот, фильм видели, этот, в суде вам скажу, конечно, кавказскую пленницу. Там Наполеон, Наполеон, этот, в больнице, что в суде говорили, вот, такое он, даже хуже еще. Понятно. Ну, ладно, давайте прощаться. Всего хорошего вам. Приятно было с вами поразговаривать. Игнатий Лапкин. Запомните в сайте. Игнатий Лапкин. Это у меня память, как сказать, микроскопическая. А вас как звать? Меня зовут Валера. А по вам? Это моя суразная фамилия. А-а-а. Ну, благослови вас, Господи. Всего хорошего. Аллилуйя, слава Христа. Слава Богу, привет Россия. Аллилуйя, с Богом. Всегда, я тоже, я в оконцовке вам скажу, извините, пожалуйста, я вот тут сразу приходят молодежи, старики, там, ну, всякие попадаются, да. Постоянно приятно, вот, всегда всем, вот, главное уважение, понятие и любовь. Да. Да. Внушать людям, что исправились, бить все, я тоже, вот, много, может, плохого, туда-сюда, било что-то, ну, всегда, извини, Боже, спасибо за все, это трудно разжать, и понимать, уважать, прощать, самое главное прощать. Извините, извините, спасибо большое. Аллилуйя, до свидания. Аллилуйя.